Здарова всем ребят, с вами HillHearts, и сегодня я расскажу вам о том, как наиболее эффективно сражаться с сильными врагами и боссами в игре Sekiro Shadows Die Twice. Сразу скажу, что некоторые вещи в игровой механике не слишком очевидны, поэтому я постараюсь всё рассказать максимально подробно и показать на примерах. Как все мы знаем, обычно в Souls-like играх есть шкала выносливости или стамины. В Sekiro нет ничего подобного. Можно махать оружием и уворачиваться сколько угодно. Теперь появилась новая шкала концентрации, которая вносит свои коррективы. Давайте сначала пару слов об этой шкале. У Sekiro, как и у врагов, есть собственная полоска, которая заполняется по мере боя. Если заполнить шкалу у противника, то можно провести смертельный или добивающий удар. Если у протагониста заполнится эта полоска, то враги смогут сделать репост волку. Здесь как бы всё честно. Теперь я расскажу, что именно влияет на скорость заполнения этой шкалы. И раз уж я говорю об эффективных сражениях, то будем рассматривать всё на примере врагов. Каждый удар, нанесённый противником по Sekiro, немного заполняет шкалу. Если волк ставит блок в момент удара, то шкала соперника заполняется гораздо быстрее. Однако долго блокировать размашистые атаки не представляется возможным, так как полоска Sekiro тоже не безграничная. Чтобы ускорить восстановление концентрации, достаточно встать в блок и несколько секунд его подержать, не получая ударов. Так полоска восстанавливается гораздо быстрее. Кроме того, чем меньше у босса или мини-босса здоровье, тем медленнее будет восстанавливаться его концентрация. Также это зависит от общей заполненности полоски. То есть, если настакать около 50% концентрации, то она замедлит своё восстановление. А если набить больше 75%, то полоска почти не будет убавляться. А теперь к практике. Даже в подсказках написано, что наиболее эффективная техника Синоби – чередование атаки и обороны. То есть, гораздо эффективнее не уворачиваться от атак противников, а специально держать блок, чтобы как можно скорее заполнить шкалу концентрации для босса или сильного врага и сделать репост или добивающий удар. Ещё очень помогают парирования. То есть, в момент, когда враг делает опасную атаку, красный значок на экране, необходимо вовремя уклониться, тем самым проведя контратаку микири. Это очень помогает настакать врагам полоску. То есть, все мы знаем, что у боссов обычно два красных кружка, которые говорят нам о том, что необходимо как минимум два раза полностью снести полоску хп, чтобы одержать победу. Даже я раньше думал, что проводить добивающий удар можно только тогда, когда здоровье босса упало до нуля, однако можно ускорить процесс. Важно не давать боссу передохнуть. То есть, в идеале постараться зажать его в угол и обрушивать шквал ударов, попутно блокируя его выпады и иногда на немного отступать, чтобы восполнить собственную концентрацию. Есть даже специальные техники Синоби, которые позволяют наиболее эффективно восстанавливать концентрацию при определенных условиях. Если грамотно зажать противника, то можно настакать его концентрацию до 100%, и провести добивающий удар гораздо раньше, чем закончится его полоска хп. Кроме того, к каждому боссу лучше найти свой подход. Кого-то очень легко вынести на парированиях, кого-то постоянно держа блок. От некоторых будет получаться лишь отпрыгивать, а других, напротив, можно заспамить прыжками по голове. Каждый прыжок позволит вам высоко подпрыгнуть, немного заполнив шкалу выносливости врага. А теперь, думаю, стоит плавно перейти к тому, что может помочь в ускоренном заполнении полоски концентрации у противника. В игре есть леденцы, которые дают кратковременные прибавки. Их есть несколько видов, но я расскажу только о тех, которые актуальны по теме ролика. Думаю, проще будет называть их по цветам. Красный леденец позволит немного увеличить урон по врагам, а именно по здоровью и концентрации. Это именно то, что нужно для молниеносного заполнения шкалы у босса. А если же вы предпочитаете более сайвовый стиль ведения боя, то лучше воспользоваться синим леденцом. Но и это еще не все. Есть замечательный красный сгусток, накладывающий эффект красных глаз, отчего даруется устойчивость к прерыванию атак. Однако пропадает возможность воскрешения. Это, так сказать, очень удобно использовать, когда вы потратили возможность воскреситься и уже нечего терять. А для максимально полной картины не стоит забывать о невероятно функциональном протезе секира. Некоторых боссов можно закидать маслом, а потом поджечь, что будет наносить растянутый урон по времени. Сюрикенами очень удобно сбивать некоторые атаки врагам. Например, в битве с госпожой бабочкой ее можно скидывать во время определенных атак, безнаказанно нанося несколько своих атак. Про ядовитый клинок я вообще молчу. Это я к тому, что у разных боссов бывают разные слабости, которые и нужно использовать. Железного воина в коридоре храма с импой эффективнее всего бить топором. Так быстрее всего заполняется его шкала. И еще немного о том, как использовать стелс. Это реально интересная механика, открывающая массу возможностей. В игре есть и мини-боссы, у которых обычно по два кружка, один из которых можно снести из стелса, если грамотно обойти или выманить его. А воину Асина, который поджидает волка в пагоде, где была встреча с господином Куро, можно подкрасться и сделать бэкстап. Так что это стоит постоянно использовать, получая преимущество в бою. А если вам не хватает силы атаки, то ближе к концу игры можно получить маску дракона, которая позволит увеличивать силу атаки за счет очков навыков. То есть каждые пять уровней будут равняться плюс один к силе атаки. Но тут встает другая проблема, где взять столько опыта, необходимого для прокачки навыков и увеличения атаки. Надеюсь, что теперь вы станете более искусными шиноби и сможете разить всех налево и направо. Если узнали что-то новое, то можете подписаться и поставить лайк. Это очень помогает и говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении. На этом пока что все. С вами был Хилл Хёртс, всем всего хорошего и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok